Мечты о зрителях и новых постановках наконец стали реальностью. Нижегородский театр «Кукол» начал свою работу. Вот только принимать гостей, как и служить театру, пока приходится с ограничениями. Маски, закрытый гардероб, отсутствие антракта и обязательная социальная дистанция. Теперь официальные символы всех постановок. Премьерный доктор Айболит не исключение. Вы познакомились с нашей премьерой, вы видите, с какой самоотдачей, с каким рвением сегодня актеры играют. Они настолько соскучились, что вот это чувствуется даже в зале. Поют, свистят, в общем, все очень весело. И мы очень рады, что именно этим спектаклем мы смогли открыть наш театральный сезон, потому что у нас есть такое закулисное поверье. Как только мы дадим жизнь спектаклю доктора Айболит, коронавирус закончится. Так хочется верить, что коронавирусная зараза действительно скоро уйдет. Но и сейчас, вопреки всяким ковидам, обстановка здесь потрясающая. И в зале, и за кулисами. Есть у артистов и еще одно волшебное оружие против ковида. Онлайн-платформа со спектаклями «Театр у микрофона». «Театр у микрофона» — это проект, который наши актеры реализуют, ну, скажем так, за кадром. То есть они читают сказки для наших маленьких зрителей, слушателей, потому что это не просто аудиозапись сказки. Наши актеры именно выступают в этом проекте. Ознакомиться с проектом можно в социальной сети. Но пока есть время для того, чтобы показывать зрителям спектакли вживую, и трансляции в режиме онлайн сокращены. Теперь они будут выходить дважды в месяц. Совсем скоро у проекта выйдет большой цикл «Гулливер в стране лилипутов». А пока маленьких зрителей и их родителей радует доктор Айболит. Очень понравилось. Очень долго ждали открытия театра нашего любимого. Очень понравилось. И нам очень нравится. Она очень любит ходить. Постановок для взрослых в ближайшее время не будет. Главное сейчас — вернуться к маленьким зрителям. Особенно к постоянным. Один из таких — Иван Шабарьков, который посещает каждую постановку кукольного театра, создал свою школу и теперь всерьез готовится стать актером театра кукол. Ну, собственно, так понравилось, что захотелось тут работать. К чему стремлюсь, знакомлюсь с актерами, с работниками. Изучаю историю, технологию. Ну и, разумеется, пробую. В связи с этим обучаюсь сам и для разнообразия обучаюсь своих одноклассников. Создали школьный театр. Там по сей день играем. Будет он существовать долго, пока не выпустимся. Сейчас спектакли кукольного театра длятся 50 минут. Однако, чтобы успеть показать новинки всем зрителям, кукольный театр увеличил количество выходов спектакля в день. Теперь их четыре. А уже 19 декабря здесь стартует новогоднее представление для самых маленьких. В поисках оленя «Золотые рога», актеры которого очень ждут зрительской поддержки. София Иванова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.